Серёжа-пастушок, поиграй, поиграй, Ранья, друг, Серёжа, Серебренный рожай! 9 часов 3 минуты, вторник, 25 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы «Здравствуйте, Настя». Доброе утро всем. Ну и чё, как поживаете? Ну ничего, ничего, спасибо. Слушайте, мы хотим про чиновников вначале. Да чего надоели чиновники, а? Ведь, знаете, они такие несчастные всё время. Сейчас, секунду, музыки чуть-чуть. Слушайте, они сидят малокровные, чахотошные какие-то. Пишут отношения из одного ведомства в другое. Несчастные, волосики реденькие, все грязненькие, head and shoulders сплошной по плечам, все в перхоти. Боже, сидят пиджачки худенькие у них, значит, и так далее. И чего они тогда держатся за свои места, объясните мне, вот, а, чиновники? Товарищи чиновники, сейчас они опаздывают на работу, мы знаем, 9.04. Они опасны, потому что они к 9 едут, они приедут в 9.20 на работу, раньше никак не удастся. Чего они всё время держатся за эти свои места, пожалуйста, а? Эти субъекты, эти кувшины рыла отвратительные, что они туда едут, зачем они едут на эту работу, понимаете? Я с ужасом думаю, может, их никуда больше не берут. Нет, нет, они хотят, они хотят, это разновидность юродства, работать, работать вот туда, это разновидность юродства. Хорошо, смешная деталь из жизни чиновников. 4 миллиона рублей. Орловские чиновники в кризис потратили 4 миллиона рублей на методичку, посвященную обязанностным чиновникам. Об этом пишет Life.ru. В Орловской области в период кризиса, ну, в период кризиса это сейчас, который был, вот, до... Ну, буквально до сегодняшнего дня. Нет, до вчерашнего вечера. А, всё-таки вчера. Вчера, вчера Клепачи со Шуваловым отменили кризис. Ага, всё. Да, кстати, это очень важно, это постулировано, вы забудьте, кризис со вчерашнего вечера закончился. Значит, но это было всё равно до вчерашнего вечера. В Орловской области в период кризиса, то есть до вчерашнего вечера, местные чиновники решили потратить 4 миллиона бюджетных рублей на разработку методички. Методичка называется «Нормативно-методологическое обеспечение совершенствования системы управления Ростовской области оптимизации государственных функций». Посчитайте родительные падежи. Нормативно-методологическое обеспечение совершенства управления Ростовской области оптимизации, чего? Государственных... А, нет, государственных прилагательных... Чего? Функций. Это прилагатель. Все равно родительный падеж. Все сплошные родительные падежи. Значит, вот эта история нормативно-метрологическое обеспечение совершенствования системы управления Орловской области оптимизации государственных функций, эта вся история стоит 4 миллиона рублей, и я думаю, и я думаю, я думаю, она того стоит. А? Классно? Ну, чего? Ну, там пунктов, наверное, много. Наверное, получилось нормально. А почему? Вот почему? Ну, как? Почему откат? Почему от... Ну, мы... Давайте заподозрим. Давайте... Все-таки мы люди не очень хорошие. Мы с Настей люди... Я не ослышалась. Нет, ну скажите же, мы же не хорошие люди с вами. То есть, если бы мы были хорошие, если бы мы были хорошие... Мы глубоко порочные. Мы глубоко порочные. Да. В нас живет криминальный инстинкт и склонность к всевозможным перверсиям. И мы, например, если бы нам... Нам видится в этих 4 миллионов... Нет, если бы мы хотели украсть 4 миллиона, мы бы поступили как-то по-другому. Мне кажется, мы бы поступили грязно. Мы бы, может быть, украли просто. Подошли к кассе и украли. Скажите, что чиновники взбили в высшей степени тонко и интеллигентно. Они не создали методичку. Ну как украсть через методичку? Кто-нибудь подскажите. 788-107-0. Я знаю, Сергей, как можно удорожать производство методички. Можно ее сделать, знаете, как детские книжки с вырубкой с такой специальной. С такими дырочками. Да-да-да. С такими обрезанными. Когда открываешь, золушка вдруг появлялась. Да, объемная такая. Хорошо. 788-107-0. Мы с Настей, будучи людьми криминально-перверсивными, мы бы просто украли 4 миллиона рублей. Мы, честно говоря, будучи простоватыми наследниками неандертальцев, мы с Настей не знаем в точности как украсть через методичку. Кто-нибудь знает, чтобы сделать методичку и украсть одновременно? Есть ли кто-то способ? Научите нас. И впредь мы тоже вооружимся этим знаменитым способом. 788-107-0. Наш телефон в студии. Алло, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Ну как, берется, платится авторский гонорар. А, это как у Чубайса было. А там должно тогда авторство стоять наверху, фамилия чья-то. Вы или там Петров. Коллектив должен быть. Да, конечно. За написание одной версии методички 4 миллиона рублей. Авторский гонорар. А, ну а плюс еще же расходы ее фактически. Надо печатать при этом или не надо? Можно PDF разослать всем. Всем Adobe PDF разослать. Да, да, да. Сергей, вы забываете, в какой стране замечательный мы живем? Можно в тело письма еще вставить. Скажите, мы живем в интеллигентной стране, потому что мы бы с Настей и с нашим уровнем криминального сознания просто украли 4 миллиона. Да. Просто грязно. Грязно. А чиновники в Орловской области они изобличают... И оставили бы их без методички. Без методички. Они бы работали как... Это неинтеллигентные люди. К тому, как Бог на душу. Спасибо. Они же не могут. У нас же сейчас идет борьба с коррупцией. Правильно. Слушайте, однажды, когда мы победим коррупцию, нам придется начать борьбу с методичками. Да, 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 да. Если вы хотите, я могу рассказать историю из своей жизни, которая росла в субботу. Давайте. Это еще во времена кризиса, обратите внимание. Это еще во времена кризиса. Да, да, да. Потому что вчера вечером был отменен кризис. Да, 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 да. У моей жены в субботу был день рождения. Я поехал за цветами. Поздравляем вас. Все равно еще не поздно. Я приобрел цветы и ехал по одному из шоссе, не буду называть, чтобы не представлять сотрудников ДПС. Почему? Ну, ладно, хорошо. Дмитровское шоссе. Да, роскошное местечко. А там от меня доблестные сотрудники ДПС за превышение скорости, ну, в принципе, на лишение. Да, то есть выше 60 километров. Да. Да, 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 да. И сотрудник ДПС ко мне подходит, говорит, вы понимаете, вот вы нарушили лишение, все такое. Да. Ну, я понимаю, согласен. А вы устыдились, устыдились. Пройдемте в машину. Я говорю, ну, давайте пройдемте в машину. А в этот момент в машине сотрудника сидит еще товарищ, который нарушил. Ага. Ну, он ко мне поворачивается и говорит, может быть, мы как-то с вами решим, чтобы не идти в машину. А-а. Я говорю, ну, вы знаете, я бы решил, но у меня денег нет. Ага. Он говорит, как-то у вас денег нет. Как-то у тебя за рулей у вас нет денег. Что-то бесстыжие, да. Я вот и знал, я знал. Да, все, бесстыжие. Вы понимаете, там, товарищ начальник, вот у моей жены день рождения, вот, верьте, нет, вот купил букет цветов. Так. В умолчании лежит. Хотите, возьмите. Цветочек. Цветы. Он смотрит, говорит, да, букет лежит. Ну, как же вы к жене на день рождения без денег? Без денег. Я говорю, вы понимаете, я подарок. Так жене же. А цветы забыл. Да. Он тогда посмотрел, поймелся, говорит, ну, ладно, езжайте. А видите? Видите? Видите, все-таки есть что-то. А видите, есть что-то человеческое. А нам еще через сайт, Сергей. Шевельнулась. Если бы был немецко-фашистский оккупант, не поверил бы. А это же наш, я хотел сказать, наш гаишник. Я говорю, в какой замечательной стране мы с вами живем. Да? Вот спасибо, вот спасибо. Вот с этим настроением и следует продолжать это дивное утро. Спасибо огромное. Правильно. Сергей, у нас же есть еще сайт, нам пишут, Андрей пишет. Четыре года назад, ну, это четыре года назад, ЦИК РФ выпустил книгу «Путешествие в страну выборов» для детей. Тираж одна тысяча экземпляров, бюджет 60 миллионов рублей. 60 миллионов рублей. Борьба с методичками, вот что нас ожидает, когда мы поборем коррупцию. Борьба с методичками, вот что настоящие воители духа, настоящие воины духа, аристократы армии борьбы с коррупцией переключатся на борьбу с методичками. 9.11 минут, погнали дальше. Русская служба новостей. Реклама. Страховая компания. Контакт страхования. А я говорю, богатые должны платить много. Нет, богатые должны платить мало. И откуда ты такой взялся? Я из компании Контакт страхования. У нас чем дороже автомобиль, тем ниже тарифы на Каско. Премиум Каско от 2,2% для автомобилей дороже 1,6 млн рублей. Подробности по телефону 276-09-96. Телефон рекламной службы 913-99-63. Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня. В этот вторник тюрьма, но воля. Поправки в уголовный кодекс позволят выйти из колонии тысячи арестантов. В студии автор статьи, обозреватель российской газеты Владислав Куликов. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11 на РСН. С понедельника по пятницу. С понедельника по четверг. Ежедневно. В 9 вечера. Все главные в отечественной журналистике. Главные редакторы газет, журналов, телеканалов, интернет-ресурсов. В прямом эфире русской службы новостей. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. 9 вечера. Главреды на линии. Сегодня в 9. Главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Да, погнали дальше. Значит, «Известие» сегодня написали, покарманули нам чиновники. «Известие», покарманули нам чиновники. Насколько, насколько дорог нам аппарат? Готовы ли сейчас чиновники твердой рукой сократить расходы на самих себя? Компания ФБК, по просьбе, ФБК, наверное, по просьбе «Известий» провела расчеты. По-настоящему очень недорого. Очень недорого стоят нам чиновники. Но это, включая младенцев, недвеспособных, это вообще на всех граждан РФ посчитали. На всех граждан РФ? Да, да, да. На всех граждан РФ. На работающих намного больше. Разделили, смотрите. Если взять на количество граждан, в 2008 году, в региональные только, региональные чиновники, федеральных не берем. Потому что федеральных мы готовы, ну, понятно, что это здорово. Мы счастливы. Ну, каждый из нас втайне хотел бы сам стать федеральным чиновником. Да, у вас есть такое? Не иногда, да. Какие-то позывы такие, правда? Ага. Именно федеральным, потому что местным как-то... Не хочется, нет. Нет, нет, нет. А с чего-то надо начинать. В 2008 году только региональные чиновники обошлись каждому гражданину России, включая младенцев, в 684 рубля. В 2009 году в 711 рублей, в 711 рублей. То есть получилось, что они дорожают для нас, они становятся все дороже для каждого гражданина. Граждан больше не становятся, а чиновник становится богаче или их становится больше. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Да. Для нас нагрузка, нагрузка на среднего, включая младенцев, на то, чтобы мы готовили, готовили вот их и содержали. Ну, давайте представим себе, что региональные и федеральные, например, стоят примерно одинаково. Может такое быть? Ну, почему? Пурклабы, как говорится, и не па. Не знаю. Пурклабы и не па. Они нам стоят по 100 рублей, понимаете, что в чем дело? Они нам стоят по 100 рублей в месяц. В чем по 100 в месяц? Если это годовая цель, в год, тогда получается меньше 50 рублей. Ну, не 50, а 60. Нет, я же плюсую. Я же плюсую тех и этих. А, да, я понимаю. Ну, конечно. Давайте предположим, что нам с вами стоят региональные чиновники вместе с федеральными, вместе со всей Халабудой 100 рублей в месяц. Сколько вы даете, сколько ваш супруг дает гардеробщику в... В Гран-Опера? В Гран-Опера? Именно 100 рублей, да-да, обычно. Да? 100 рублей гардеробщику? Нет, наверное, 50. То есть три раза вы сходили, вы сходили три раза в Гран-Опера, и вы заплатили как раз то, что стоят эти чиновники все. То есть вы гардеробщику даете по существу больше, чем чиновникам всем. Можете себе представить? Включая младенцев. А включая младенцев, это мы или чиновники? Младенцы бывают у тех, у тех, Сергей. И чиновников тоже. Хорошо. Скажите, пожалуйста, дайте... И мне хотелось бы поговорить с каким-то чиновником, который бы нам рассказал о своем бедственном положении. Расскажите, пожалуйста. Это серьезно, потому что есть несколько сразу соображений. Когда читаешь эту статью, в ней вычитываешь какую-то скрытую издевку над чиновниками. Скрытая издевка над этими несчастными, обделенными Богом людьми, понимаете? Скрытая издевка. И я бы сказал, в этой статье в «Известиях» звучит какая-то скаридность, может быть, даже и постыдная скаридность. И в этой статье в «Известиях» звучат странные нотки, когда мы должны все... Всеобщую занятость сейчас... А всеобщая занятость, как вы знаете, залог социальной стабильности. То есть чем больше бездельников, прохвостов, проходимцев, нелепых существ, нахрен никому не нужных, пойдет в чиновники, тем лучше для социальной стабильности, понимаете, да? Это же обеспечивает стабильность плазмы русской жизни. То есть чем больше отстоя, мерзоты всех, ну в смысле вот неудачников и так далее, чем больше их будет занято... А вы хотели бы, чтобы они лучше... Эти чиновники были выброшены за порог и мочились в ваших подъездах? Чего вы хотите больше? Объясните, вы хотите, чтобы они толпами, эти чиновницы отдавались на площади трех вокзалов за стакан пива? Вы этого хотите? Нет, пусть лучше сидят в ЖЭКах, пусть лучше сидят в налоговых инспекциях. Вот что я предлагаю. А вы хотите, чтобы они вам сейчас еще и позвонили в Добавку, если принимать от них звонки? Да, конечно. Я настаиваю. Я за чиновников. Послушайте меня. Я создам партию чиновников. Я хочу их защищать. Потому что абсолютно нелепые подрывные элементы, гадюшные вот такие, знаете, которые любят плюнуть на людей снизу, которые забрались на головы и ходят по головам. Мир чемпионов, мир подонков. Которые не любят чиновников. Чиновников следует любить. Потому что если мы их исторгнем из лона Святой Матери Власти, если мы исторгнем их из лона, они будут отдаваться за стакан пива на площади трех вокзалов. Нахрен это нужно? Пусть лучше сидят себе спокойненько и ковыряют карандашом в ухе. Это гораздо... В своих комитетах государственных бедно. Конечно, конечно, конечно. Лучше пусть... Нет, правильно. Мы готовы содержать... Нет, я готов сейчас. Голосование. Немедленное голосование. Потому что я категорически выступаю за распространение чиновников. Сколько их миллионов? Двадцать, тридцать? Сколько? Надо сделать... Чиновников? Да. Я хочу шестьдесят миллионов чиновников. Включаем младенцев. Включаем младенцев. Шестьдесят миллионов чиновников. Мало. Вы платите чиновникам столько, сколько вы платите гардеробщикам в японских ресторанах. Вы что, с ума посходили? Вы считаете, что это большая нагрузка на вас? Просто обнаглевшая нация. Вам, чиновники, ничего не стоят. Спокуха. Давайте проголосуем. Шесть, шесть, ноль, шесть, девять, один. Шесть, шесть, ноль, ноль, шесть, девять, один. Да, чиновников должно стать вдвое больше. Мало того, мы могли бы на просто давать больше. Нет, давайте пристроим всех лузеров и неудачников. Давайте пристроим всех... Ублюдочный элемент должен быть пристроен правильно, социализирован. Он должен читать с утра газету правильную и так далее. Он должен, он должен, всякий ублюдок должен получить... В конце концов это придаст смысл его. Конечно, он должен получить самоуважение, чувство служения великой нации, великой истории, чувство движения в историю. Вот что должен получить чиновник, понимаете? Вместо того, чтобы за стакан пива, так сказать, падать на колени там за киоском где-то на трех вокзалах, он должен чувствовать, как он служит родине, елки. Чиновников должно быть в два раза больше, и нам не жалко на них денег. Шесть, шесть, ноль, ноль, шесть, девять, один. Шесть, шесть, ноль, ноль, шесть, девять, один. Нет, вы скаридная, отвратительный человек, 660-0692, и вам жалко денег для чиновников. 660-0692, ваша скаридность превосходит все границы, антисоциальность, скверный характер, злокозненность, вот какой вы человек. И вы звоните 660-0692, вернемся через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Экономика по-русски или особенности национальной экономики? У нас объективный взгляд на происходящее. С понедельника по пятницу после 12 часов дня доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, говорит правду о нашей экономике. В этот вторник экономика Северного Кавказа. Гость в студии. Член Совета Федерации Асланбек Аслаханов. Экономика по-русски. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. С Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Ну что, ну что, ну что, Настя, Нашка, Настя, ну что, ну что? Мне придется результат этого голосования публиковать в блоге, потому что очень большой отклик. Ну оказывается, спасибо вам огромное. Я в меньшинстве. Где широта русской души? Готовы снять исподние для всяких ублюдков. 18,5 процента. Ну что вы скажете на это, а? 18,5. 19. Ух! 19. Стоп, 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 стоп. Стоп. Останавливаю голосование. 19 процентов. Во, округлилась цифра. Значит, 19 процентов готовы снять исподние и так далее. И действительно содержать всевозможный отстой и подонков общества. Потому что иначе, я серьезно говорю, они будут мочиться в наших лифтах. Ребята, это совершенно бессмысленные люди. И они больше нигде работать не могут. Алло. Это как социальная забота, понимаете? 19 процентов. 81 процент склочные, отвратительные, скаридные скряги. Просто вырывающий кусок изо рта у достойнейших. Что? Ну что вы можете сказать о 81 проценте? Кто эти люди? Кто они? Это люди, которые не знают, что такое. Боже, посмотри на их алчные глазища. Им дай волю, они бы вообще ничего не платили, я смотрю. Да им дай волю, они бы всех перетушили бы. Ужас какой. 81 процентов. А? Еле да, сдерживаются. В следующий период, в одну историческую эпоху, я живу с вурдалаками, я пойду чай заваривать. Говорите про прессу, что думаете. Да, продолжая тему профессии, зарплаты и так далее. Ведомости сегодня публикуют материал. Недавно в опросе Левадо-центра нашим соотечественникам был предложен список из трех десятков профессий, должностей, занятий, с просьбой указать, какие из них для них кажутся самыми прибыльными и доходными. Результаты принесли странный результат, неожиданный для сотрудников Левадо-центра. На вершине списка оказалась профессия банкира, но это и естественно. Но ниже всех оказался писатель, рядом ученый и художник. В том числе профессия журналиста и телеведущего больше не оплачивается большими гонорарами, как считают наши с вами соотечественники. А зарплата менеджера как была ниже, чем квалифицированного рабочего, так и остается ниже. Об этом смотрите статью в «Ведомостях». Также «Ведомости» рассказывают о российских военных, которых заинтересовала экипировка пехотинца будущего. На самом деле на Максе был представлен стенд с представленной экипировкой пехотинца французской армии. Возможно, наша армия тоже закупит такую экипировку, и тогда российские солдаты будут идти в бой с компьютерами. Смотрите статью в «Ведомостях». Московский комсомолец, так же как и «Известия», публикует большие материалы о том, что Арктикси, возможно, вез какой-то тайный груз, о котором до сих пор молчат наши власти. Кстати говоря, моряки до сих пор содержатся в Лефортово, и совершенно неясно, когда их выпустят. Им выдали сотовые телефоны. Они смогли связаться с родственниками, но говорили очень коротко, и с тех пор родственники не могут до них дозвониться. И даже не понимают, то ли следователи же отняли у моряков сотовые телефоны, то ли их сокамерники. Об этом подробно в «Московском комсомольце». Также «Московский комсомолец» рассказывает о том, что Читинский аэроклуб выполнял просьбы сельских жителей и доставлял тяжело больных детей и беременных женщин на лечение в областной центр. Теперь выясняется, что делали это летчики незаконно. У них не было специальной лицензии на перевозку пассажиров. За это их теперь судят. Смотрите «Московский комсомолец». Известия делают большой отчет о том, как Медведев побывал в Бурятии. Ну и не только известия. Коммерсант, конечно же, об этом тоже пишет с фотографиями и цитатами. В том числе наш президент сказал, что вся паника и слухи о том, что в России зреет техногенный коллапс, конечно же, не имеют под собой никакого основания. Но что правда, то правда мы намного отстали в смысле технического прогресса от остального мира. И теперь наш президент уже ведет переговоры в Монголии, из Бурятии. Он направился прямо туда и прямо сейчас у нас на ленте появляются сообщения о том, что вот начались переговоры с президентом Монголии. Новые обстоятельства по аварии на Саяно-Шушинской ГЭС «Шойгу» призывают ужесточить контроль над поставщиками стратегических и всяких важных объектов. Оказалось, что некая фирма «Ракурс» с 2005 года модернизировала систему управления на Саяно-Шушинской ГЭС. Фирма «Петербургская» и в интернете особенно широко обсуждается то, насколько она большая, насколько она опытная, эта компания. Но пока никакой официальной версии о виновности именно сотрудников этой компании. Они нашкодили? А? Они нашкодили? Ну как будто... Нет, их вдруг стали вспоминать. Они принадлежат племяннику префекта или ЦРУ с Моссадом? Кому принадлежит эта фирма? Пока еще неизвестно. Официальной версии нет, но известно. Если племяннику префекта, то правильно они завалили Саяно-Шушинскую ГЭС. А ежели они принадлежат ЦРУ с Моссадом, то я думаю, конечно, это предосудительный поступок с их стороны. Правда же? Ну... Ну зависит, конечно. Ну зависит. Вот подождем результатов официального. Надо глубже копать. Глубже копать надо. Но еще пока... Пока еще неизвестно. Ну, достаточно сказать, что, например, в известиях пишут фирма «Ракурс» молодая. Она была создана в 1991 году. Не знаю, для кого она окажется молодой. В общем, на заре становления нашей государственности еще была фирма создана. То есть довольно давно существует. Но все относительно. Потом «Твой день» рассказывает о том, что двух голландцев задержали, оказывается, на авиасалоне «Макс-2009». Они бродили, ходили по территории, зашли на закрытый секретный объект, начали там фотографировать в ангаре в секретном нечто секретное. Я гордость в этот момент. Городость. Я гордость. Я гордость. Потому что, кстати, голландцы стали за нами шпионить, значит, есть чего шпионить. Если есть чего шпионить, значит, мы крутые. Правильно? Ведь, небось, не за каждым шпионят. Поймите. Нет. Иной бы и хотел, чтобы за ним поглядывали в рамках экземпиционизма. Понимаете? Иной надеется, он и дырочку даже просверлит. Или что-то неправильное специально. И дырочку просверлит, надеется, что за ним будут подглядывать. Никто не подглядывает. Потом, когда подглядывают, значит, ты клевый. Правильно? Кто-то будет подглядывать за неклевым. Извините. Правду спрашиваю я серьезно. Вы испытываете гордость? Внимание, я спрашиваю. Вас откровенно. Я абсолютно нет. Потому что я убеждена, что это просто два любопытствующих туристов. Неважно. Это два прохвоста, которые шпионы. Которые прошли запросто. Нет, конечно, не шпионы. Почему вы... Зачем вы их тоже принижаете? И нас одновременно. Нет, за нами подглядывали роковые шпионы. И это значит, что мы какие? Что мы очень... Суперские. Значит, мы суперские. Ведь не за каждым подглядывают шпионы. А? Нет, не за каждым. Уели голландцев мы. Да, вот видите, в этом у нас все хорошо. А вот с гаишниками плохо. Твой день также рассказывает о том, что гаишники сами не знают ПДД. Была проведена проверка недавно вот на волне борьбы с коррупцией и прочее, и прочее. Оказалось, что очень многие не знают и просто не помнят правил. Не знают и не помнят правил ПДД, а также правил условий включения спецсигналов. Не могут вспомнить. 9 часов 30 минут. Новости на РСН. 9 часов 33 минуты. Мы продолжаем. Мы работаем с Анастасией Аножко. В это утро Настя нашла только что сообщение, которое пришло по агентству... Какое это агентство-то хоть, Настя? Ария Новости. 9.23. 9.23, слушайте. Значит, мэр британского города Присел, Ян Стаффорд, арестован за кражу женского белья, пишет пресса британская сегодня. Женщины прибрежного городка в графстве Ланкашир забили тревогу, когда их белье стало пропадать в больших количествах и часто. Одна из женщин установила камеру скрытого наблюдения, и таинственный похититель нижнего белья был заснят на пленку. Женщина отнесла видеоматериал представителям полиции, которые опознали своего мэра. На видеопленке видно, как голый 58-летний мэр города забирается в спальню женщин, притом это не жена, не жены его. То есть разных женщин он... вот что он делал. Один из слов, вот слушайте, мэр, мэр раздевался и забирался в спальню к разным женщинам. Там и у них брал нижнее белье их, надевал на себя это нижнее белье и предавался сексуальным утехам. Я полагаю, без участия владелица белья, то есть он каким-то образом сам... Так бы они не беспокоились, я думаю, очень сильно о пропаже белья и знали бы, куда оно пропадает. Да, поэтому он их не будил, то есть он смотрел на эти нежные щечки. Знаете, эта песня «Утро брежет на ямках ланит». Есть романс такой очень красивый. На заре ты ее не буди, утро брежет на ямках ланит. И он смотрел, как утро брежет на ямках ланит у женщин, надевал их нижнее белье на себя и утешал себя как-то очень, ну, видимо, так сказать, ему хватало. Вот, и следователи обнаружили в доме мэра коллекцию женских трусов, ну, и так далее, и так далее. А он много лет чиновник, он в городском совете все время, уже десятилетиями, а сейчас вот сделался мэром этого города. А теперь его арестовали. Я не понимаю, за что, честно говоря. Наверное, за кражу все-таки нижнего белья, да? То есть он присваивал себе имущество. Вот, я, между прочим, не про мэра. Мэр, ладно, мэр, на самом деле, а что такого? А что такого? Ну, он, так сказать, вот такой вот изысканный, а чего вы хотели бы? Чтобы он... Ну, а вот нам пишут тут через сайт, полагаете, было бы уместнее, если бы британский мэр крал мужское белье? Конечно, вот я говорю, конечно, абсолютно. Я к мэру, у меня претензий нет никаких. Я просто, мне каково чувство женщины? Вы просыпаетесь. Вы, Настя, вы, Настя, вы, Настя, живете где, в каком городе вы живете? Я живу в таком городе, в котором я живу. И вдруг я открываю глаза. Нет, секундочку, вы открываете глаза. Настя живет на Косыгина. Значит, вы открываете глаза уже не... Нет, не ночь уже. Уже утро брежет на ямках ланит. Уже на заре ты ее не буди. И вдруг видите, как мэр, ну, естественно, вашего города, голый надевает ваши трусы и все остальное белье. Ну, это человеческий ужас. Я думаю, что... Ну, то есть, ну, что делать? Ну, вас это шокирует или претворяться спящие? Нет, а что делать? Ругаться, бросаться. Ну, а вы просто... Звать 0,3 или 0,2. Я совершенно не знаю, что бы делалось. Я думаю, что эти женщины, которые вот в Англии, которые говорят, что у них просто крали и все на свете, и там камера видеонаблюдения, конечно, в ружке. Конечно, в ружке. Вы считаете, что мужик вытанцовывает у вас? Ну, да, они после всего говорили, ну, ладно, давай, снимай уже, отдавай обратно, потому что это свой денег стоит. А он говорит, нет. Нет, нет, это грязь, потому что это бабы подставили парня. Конечно, они видели, как он это делает. Но как можно не проснуться, когда у вас по спальне горцует мэр? Голый мэр в ваших трусах горцует по вашей спальне. Объясните, что это говорит о том, что там не закрывают двери, конечно же. Нет, там никто не закрывает двери, это нормально, потому что это Англия. Спокойно, внимание. Я к тому, что бабы, конечно, безусловно, точно подлючие. Но скажите, что нет. Нет, мне кажется, надо было мэр... Сто на сто он их будил, сто на сто. Если вы спите, секунду, секунду, если вы спите, и по вашей комнате вытанцовывает в ваших трусах голый мэр. Внимание, вы не проснетесь, я спрашиваю. Я с ужасом думаю, что будет, если я проснусь? Потанцуйте рядом, потанцуйте рядом с ним. Я и так и пританцовываю, буду пятиться, и потом как... Товарищ, эта новость изобличает женщин абсолютно. Конечно, они подлючие, конечно, они его подставили. Сто на сто. Я просто... Дайте вот сейчас, у нас, правда, есть секунды, сейчас мы на рекламу все равно должны разлучиться. Еще раз, моя точка, вы считаете, что они спали? Да. Что они спали, пока мэр вытанцовывал? А потом, да, звонили, говорили, алло, милиция? Это сегодняшний обограденный шпак беспокоит. Ну, я не по порогу в краже, нет? У нас тут дело почище. У нас тут дело почище. Инженер Тимофеев живого царя. Нет, серьезно, серьезно. Значит, Настя говорит, что если бы к ней в спальню забрался мэр, надел бы ее нижнее белье и стал бы горцевать взад-вперед. Я бы натянула на себя одеяло. Выделывая антроша. Она бы... Она бы опять заснула. Она бы генетизировала себя словами. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. Я сплю. Мне снится пляж. Мое тело теплое и тяжелое. У меня в спальне не горцует мэр в моих трусах. Нет, такого нет. То есть вы бы так исходили из этого? Примерно. Я уверен, что это неправда. Что каждая из этих женщин, где танцевал голый мэр, абсолютно точно просыпалась. Абсолютно точно просыпалась. И, конечно, они подлючи. Они тогда наслаждались, через щелочку смотрели, а теперь его подставили. Вот так. Все. Вы поддерживаете Настину позицию, что они просто спали и не слышали, как он танцует у них в их трусах. И прикиньте на себя. Мэр танцует в вашей спальне. Что бы вы делали? Вы бы, если бы мэр танцевал в вашей спальне, вы бы спали 6-6-0 на 6-9-1, и потом бы дико удивлялись, куда пропало женское белье. Ничего подобного. Абсолютно они, конечно, участвовали в этой оргии, и вы бы участвовали в этой оргии. И, конечно, просто потом подставили бедолагу. А на самом деле это все делалось по обоюдному согласию. Всем это щекотало нервы, пока он танцевал по вашей спальне. Алло, кто бы из вас прогнал вашего мэра? Вы что, проснитесь, продвините глаз, перед вами танцует ваш мэр. В вашем нижнем мире. Алло, ребята, да это же за какие деньги купить такое зрелище? 6-6-0 на 6-9-2. Конечно, потом подставили парня. Парню 58 лет. Наверное, он стал чуть хуже танцевать. Понимаете? Мне больше теперь это сделать его основным занятием. Не, с возрастом, с возрастом, может быть, коленочка заболела, может быть, где-то артрит, артроз, всякое бывает. Стал хуже танцевать, и бабы его списали. До этого он танцевал и всех устраивал. Теперь, когда он хуже стал танцевать, бабы его списали. Это отвратительный поступок женщин. 9-141 минуты, вернемся через минуту. Русская служба новостей. Реклама. Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице Петр Первый в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане Романов. Завтрак в постель, хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4 250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице Петр Первый. Оазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительно с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Футбольный клуб «Спартак Москва» приглашает всех болельщиков на матч Чемпионата России по футболу против футбольного клуба «Рубин», который состоится в Лужниках 30 августа в 16.00. Билеты можно приобрести в фирменном магазине «Спартака» «Редвайт Спорт». А также заказать с доставкой на дом через сайт smbillet.ru Полный список точек продаж билетов без наценок на сайте spartac.com. Приходи в Лужники 30 августа в 4 часа вечера и поддержи свою команду. Телефон рекламной службы 913-9963. Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневные консультации на РСН ведет народный адвокат. В этот вторник адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов. Звоните с 11.30 до 12. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. 9 часов 42 минуты. Я очень лаконично подведу итоги этого голосования. 10 на 90. 10% считают, что правда они спали. Вам нет веры, Настенька. Нет вам веры, Настенька. Понимаете? Играете вы хорошо. Игра ваша, безусловно, талантливая и тонка. Но веры вам нет. Ну, как вы думаете... Я не сказала, что я не проснусь. Я сказала, что я постараюсь обратно заснуть. Ну, списали, парни, списали и подставили. До этого танцевал и всем нравилось. Я не знаю... Вам жалко нижнего белья за то, что перед вами ваш мэр танцевал? Знаете, сколько оно стоит? Спокойно. За танец вашего мэра вам жалко комплекта нижнего белья? Секунду. Вы что, в Дикой Архидеи одеваетесь? Я на что вы думаете, я одеваюсь? Я думаю, в Ашане одеваюсь. Секунду. Нет, вам жалко за танец вашего мэра. Вам жалко комплекта... Да, да, русики с машинками какие-нибудь. Вы были трикотажные, конечно. Очень жалко. 10 на 90. 90% все-таки считают, что, конечно, девки участвовали в этой всей истории. Конечно, они просыпались. Конечно, они просто списали парня. Может, он стал чуть хуже танцевать. Вот и все. И теперь до свидания, братец. Раньше ты танцевал, всем нравилось, как ты танцуешь. А теперь, извини, все, списан. До свидания. Арестован. Так, 9 часов 43 минуты. Мы когда-нибудь кризис закончим с вами. Уже что, он закончился. Мы должны официально как-то закончить его и подвести итог. Какую-то тризну, тризну по кризису устроить. Тризна по кризису объявляется. Какая-то такая нетрезвая вполне тризна должна идти. Ну вот, мы зарубим сейчас всех коней Шувалова здесь, на этой могиле кризиса. Пошли, посмотрите. Значит, вы знаете, что Клепач сказал, он же Клепач, я думаю, не знаю только точно. Будет главным результатом июля стал рост ВВП, очищенный от сезонных и календарных составляющих, на 0,5 к июню. С оптимизмом констатировал в понедельник замглавы ведомства Минэкономразвития Андрей Клепач. Дальше. В июле спад экономики составил 9,3%. А, то есть спад составил 9,3%. Спад. Спад все равно есть. 9,3, так. Спад есть. Но это меньше, чем раньше спад. И поэтому... А, и это рост, а теперь 8,8%. Это спад, но он замедлился, как спад. То есть падаем, но чуть медленнее. Начинаем разглядывать банки из-под варенья. Помните, как Алиса падает в кроличью нору? Да, да, начинает становиться скучно. Да, начинает становиться скучно, пока она падала, и она заскучала, как вы помните. Ну вот. И, смотрите, пошел рост. Порадовался и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Я хотел бы, абсолютно не, абсолютно, потому что я тоже очень жду роста, я жду, я жду, в общем, тоже с какой-то такой вот надеждой теплиться в сердце. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, какие признаки окончания кризиса видите вы, и что для вас было бы, если вы не видите признаков окончания кризиса? Что для вас было бы признаком окончания кризиса? Расскажите нам, пожалуйста, по телефону 788-107-0. Опишите ваши параметры вслед за Шуваловым и Клепачом. Опишите нам, пожалуйста, ваши параметры. И скажите, они уже или они еще? Кризис уже или кризис еще? Я прошу вас проголосовать. Кризис уже. Ну все, кончился. Все. 660-0691. Хватит хлопотать по поводу кризиса. Никакого кризиса. Его и не было вдобавок. Ну хорошо, нет, было, ладно, хорошо. Значит, ну, кончился. 660-0691. Ничего он не кончился. 660-0692. Кризис уже. 660-0691. Кризис еще. 660-0692. И телефон 788-107-0. Ваши параметры кризиса и ваши параметры его прекращения. Я настороженно отношусь к телефону, который не определяется номер. И я по-честному вам скажу. Когда я просто объясняю. Иногда беру, но редко. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Да, Андрей, давайте. Ваши критерии. И они уже или еще? Нет, кризис не кончился. Нет. Он кончился только в Звербанке. Там топ-менеджерам снова решили оклады. Да, да. Греф разослал письма о том, что восстанавливает прежнюю систему примирования в связи с окончанием кризиса. Ну вот, а я был топ-менеджером в определенном сегменте рынка. Там пока тишина и спокойствие. Это производственный сектор или это сектор услуг? Производственно-торговый сектор. Производственно-торговый. Вы считаете, что там еще кризис, но может быть нужен какой-то лаг, знаете, с каким-то лагом все это произойдет. Вам надо просто пока зажмуриться? Ну, пока я жмурюсь. А вы жмуритесь. Хорошо, ясно. Спасибо большое, Андрей. Андрей говорит, он жмурится пока и правильно жмурится. Иногда так жмуришься, иногда ты жмуришься, жмуришься, а тебе говорят, уже надевая штаны, уже укололи. Я понял, очень хорошо. Да. Все уже, говорят. А тебе все говорят, все уже, идите, что вы все стоите здесь. А ты стоишь, стоишь, все ждешь, когда уколчик будет. Ты ждешь, 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 ждешь. И жмуришься страшно при этом, сморщиваешь, как печеное яблочко свою рожицу. И жмуришься, стоишь, и елки думаешь, когда же она, зараза, уколет тебя. А тебе уже говорят, держи ватку. Она тебе говорит, держи ватку и вали отсюда при том. А ты продолжаешь стоять, не веря. Понимаете? Это как с кризисом так бывает тоже, мне кажется. Стоишь, жмуришься, а и нет ни кризиса никакого. Хорошо. Значит, кризис уже, уже кончился. 6-6-0-0-6-9-1. Кризис еще, 6-6-0-0-6-9-2. Еще не кончился. Кризис уже, 6-6-0-0-6-9-1. Кризис еще, 6-6-0-0-6-9-2. И ваши критерии, ваши критерии. Для вас кризис кончится когда? Для меня вот как Шувалов сказал, все, нет кризиса, все. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Любовь Васильевна. Любовь Васильевна, я не представляю, как я вам рад. Здравствуйте. Секундочку, я выйду подальше от радио, а то я не слышу. Может быть, да, в лес лучше, да. Да, я слышу, что... Что для вас кризис кончился или нет? Каковы ваши критерии оценки? Кризис уже или кризис еще? Кризис не кончился. Никак, да? Нет, а кончится он тогда, когда наших миллионеров, вот таких вот в арбатах, будут отнимать нечестным трудом нажитые деньги и сажать их далеко и надолго. Вот я тоже... Пока не будет порядка в стране, мы будем... А вот сколько, по вашему ощущению, сколько бы сейчас надо бросить на штыки? Вот я считаю, пару туловищ надо сбросить. Двух. Двух только? Да что... Нет, двух сейчас, а к декабрю еще пару. Можно, можно прожить. Я абсолютно убежден. Я абсолютно убежден. Нам наскучило питаться туловищем Ходорковского. Нам нужны новые туловища. Нам нужны... Обязательно. На сабли, на сабли, на сабли, подонка, на сабли их. Спасибо большое. На сабли, на сабли. Но нам прискучило. Почему нам все время продают одну и ту же тушку? Можно уже продать нам какие-то новые тушки? Почему мы абсолютно... Мы почти готовы уже. Нет, мы не просто готовы. Мы уже оголодали, а нам все время показывают фотографию, говоря, вот это ешьте. Мы можем есть фотографию. Где живые, новые, жирные олигархи? Где они? Где эта сволочь? Мы хотим сожрать хоть одного до Нового года. Нет, хорошо, двух. Одного не хватит. Не удастся во время кризиса. Нет? Нет. Почему так? А им и так, видите, плохо. Кто их делами будет заниматься? Атаками? Правительство и так занимается их делами. Что вы говорите? Правительство и так занимается их делами. Вообще ничем больше не занимается, как их делами. Понимаете? И правительство может совершенно спокойно и дальше заниматься их делами. Ну вот, они будут руководить из зоны. Дайте мне остановить голосование. Кризис еще, кризис уже, кризис уже, кризис уже кончился. 10,6%, 89,4%, 89,4% полагают, что кризис еще, кризис еще не кончился. И это большинство. Значит, какие-то критерии есть другие, не шуваловские критерии. Хоть один, пожалуйста, расскажите нам о своих критериях. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Не знаю, на что нажимаю. Алло, чудом, чудом, соединяемся чудом. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Евгений зовут. Да, Евгений. Ваши критерии? Да, мои критерии, я занимаюсь системной интеграцией. И мои заказчики, это в основном крупные промышленные предприятия. Да. Так вот, я хочу сказать, что для меня кризис для них ни разу не кончился, потому что у них ни у кого денег сейчас нет совсем. Ну, соответственно, и у меня тоже. Да. А как же это выходит у шувалов с клепачем? А вот как вот у них выходит, это вот мне тоже самое очень интересно, потому что сейчас вот на IT-рынке, допустим, сейчас нет ни вакансий, ни работы. Да. Что меня на самом деле очень пугает, потому что, ну, долго так продолжаться не может, потому что уже куча компаний в системных интеграторах, они уже так находятся на пороге смерти. Скажите, ну, эти два парня шуваловские почем? Они также покупают тетрадку для третьего класса в клеточку, и у них такая же таблица умножения перед глазами, как и у нас. То есть, выходит, что они как-то по-другому считают или ничего? Ну, да, скорее всего, они знают какой-то новый метод, как там нажать, считать, потому что... А с другой стороны, это спор о терминах. Может быть, вот вам сейчас хреново, это был кризис. Вам по-прежнему хреново, но это уже не кризис. Ну, может быть, да, просто реальность изменилась. Да, то есть, это называется по-другому, а все так же, но называется теперь по-другому. Называется, может быть... Да-да-да, а еще можно сказать, по поводу ГАИшники пересдавали экзамены? Ну, расскажите, если у вас есть эксклюзивное что-то свое. Да-да-да, у меня вот есть эксклюзивная информация, как они пересдавали. Они, оказывается, сдали все по тысяче рублей. Так. Вот никто никуда не ездил. Да. 70% сдали с первого раза, а остальные с пересдачей. А откуда такой результат? Почему 30-то не приняли? Это все сдавали по-другому. Для красоты. Так положено, так положено. Для красоты, это покибание, это экибана. Это несправедливо, я сдала тысяч рублей. Да нет, она не понимает. Слушайте, девушка не понимает. Девушка не понимает, но они со следующего раза сдавали, но тоже не есть. Да, они в следующий раз сдали. Это для фэн-шуя, для фэн-шуя нельзя, чтобы сразу все сдали. А бесплатно уже второй-то раз? У них пища мятая была. А, ну все. Да. Пища мятая была. Аппаратик не принял. Да. Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо, Евгений. Евгений, системный интегратор. Не шутите с такими мужчинами, честное слово. Давайте погнали, у нас биржа. 9.52. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Болят суставы? Раньше бы вам установили эндопротез. Но мы предлагаем революционное решение. Имплантируемый биосустав. Биосустав – это подвижность, работоспособность и отсутствие болей. А главное – пожизненная гарантия и доступные цены. Избавьтесь от заболеваний суставов. Звоните. 787-03-03. Биосустав – революционный прорыв в ортопедии. Минимальные цены, максимальные результаты. Звоните. 787-03-03. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы – 913-9963. Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. В этот вторник в студии директор по коммуникациям Всероссийского центра изучения общественного мнения Ольга Каменчук. Эти ребята отвечают за свои слова. «Умные парни» на Русской службе новостей. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9.54 Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС. На связи с нами. Лев, здравствуйте. Лев, позвольте, я задам вопрос от нашего слушателя Александра. Александр, который твердов. Он пишет. Спросите, пожалуйста, Льва Быстрова о том, как прошло размещение до помиссии акций ВТБ. Ничего, нормально? Как прошло размещение? Вы знаете, я просто не следил. Все, все, все. И мы, на самом деле, подводить итоги, как именно давать какие-то оценки, прогнозы, все-таки мы немного не вправе. Об этом лучше поговорят именно аналитики финансового сектора. Знаете, что вас подводит, Лев? Что? Честность. Вы были журналюгой, а не аналитиком. Вы бы сказали, прошло в высшей степени удовлетворительно. Когда я был им, я так и говорил. Ну. А что, а вы теперь сделали с честным? Для чего это? И чем это вам поможет? Объясните. Сейчас этот Александр скажет, ну вот, понимаешь, ничего не знают и все. Хорошо, а что же с биржей? Ну, с биржей, в принципе, все не так плохо, но вчера на вечерней сессии, как, впрочем, многие говорили о том, что рост не может продолжаться, особенно такими темпами, уже на вечерней сессии на стандарте и на форс началась небольшая коррекция, в среднем до 1-1,5%, в лидерах на стандарте Сбербанк почти 3%. И также фьючерсный индекс РТС ушел на 1,5% вниз и немного подешевела нефть на 0,5%. И смотрите, Дальний Восток красненький весь. Да, и, соответственно, как бы, да, вот сейчас будем отыгрывать и это снижение азиатских рынков и вчерашнее нейтральное закрытие Америки. Но у нас в течение дня, точнее, уже ближе к вечеру появятся опять данные, которые, может быть, оживят ситуацию. А так, в принципе, пока что мы рассчитываем на, так сказать, боковое движение без внятных ориентиров. И 1,4287 доллар к евро сейчас. 1,4287. Мы его видели только что на 1,4306. Вот он за последние полчасика. 1,4287. Спасибо большое, Лев. Хорошего дня вам. Счастливо. До свидания. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Прямо в движении сразу. Что видите, где едете? 7,880, 7,0. Расскажите нам о движении в Москве, о засадах, об авариях. Все, что может оказаться полезным другим водителям. Расскажите нам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Живописный мост стоит в центре. Что, не видите причину? Не знаю вообще, что стоит. Спасибо огромное. Стоит живописный мост. Осторожно, все, кто едут в направлении в этом. Александр, хорошего дня вам. Еще. 7,880, 7,0. Где едете, что видите? Помогите всем, кто нас слушает. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня тут Александр. Есть такая улица Нагорная, которая выходит на Варшо. Очень знаем даже ее, да? Да, вот. И значит, вот там вот каждый день я по ней ездил. Это просто безобразие какое-то. Там идут две сплошные и маленький разрыв. Машина стоит 3-4 ряда. Начинает повороты до вот этого разрыва. Да. Пробка. Ну, в общем-то, там походу уже пора попастись, чтобы навести как-то порядок. А как бы вы предложили пару рядов? Просто поставить камеру или патрулю встать там пару недель, и все, придет в порядок. А нет ощущения, что просто двумя рядами надо заходить тогда? Ну что? Вы имеете в виду вот сюда вот поворачивать направо с Нагорной, когда вы съезжаете вниз? Да, да, да. Вот он гопать поворачивает, да? А они поворачивают с Варшавки на Нагорную саму. И там начинают разворот делать на двойной сплошной. То есть 5-6 вот начинают повороты стоять. Ну, тоже не от хорошей же жизни, а? Ну, можно было там не знаю. Не, ну почему? Ну, ребят, ну есть вот поворот. Это просто ленивость. Вот и все. Ребят, пройдите дальше, развернитесь, и все. Понял, понял. Спасибо большое, спасибо. Да, ну, может быть, может быть. Просто привыкли, что там есть какие-то привычные нарушения. Ну, серьезно. Сказать, а может быть, вот они все уже привыкли и по традиции нарушают. 9-158 минут спорт. Погнали. 10 часов 3 минуты, вторник, 25 августа. Здравствуй, Великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Даренко и все радиослушатели. Что мы запланировали там, не помните? Да, смотри. Ага, она не помнит. Сейчас я посмотрю. Не помнит ничего. Голландцы на марк. Голландцы. Значит, я считаю, в этом концептуальный спор наш с Настей. Настя считает, Настя, потому что почему-то голландцы, именно голландцы, вызывают у Насти материнский какой-то рефлекс. Значит, голландцы, безусловно, шпионы. Поймали двух шпионов. Ну, что вы. Ну, наделите их качествами. Ну, что вы, нужно сказать. Нет, ну, можно даже сказать, что они там были в темных плащах, в шляпах. Ну, конечно. Ну, зачем вы понижаете градус мероприятия? Значит, поймали двух голландцев. Они забрели в секретный ангар? Да. Они при этом были голландцами? Да. Голландия страна НАТО? Да. Нет, Насте, значит, угодно выставить их полупьяными пентюхами, которые просто заблудились. Ребят, ну, что это значит? Они, внимание, они посещают непрерывно эти шоу. Они сейчас летят на шоу в Штаты. Они сотрудники интернет-издания For Airplanes, да, которые специализируются на самолетах. Они забрели в секретные ангары. Настя при этом считает, что это случайно. Считает, давайте просто посмеемся весело. Ха-ха. Понятно, что не случайно. Понятно, что не случайно. Ясно, что они или журналюги, или шпионы, или то, и то другое вместе. Ну, так ведь? Нет, ну, вы думаете, что в наш век секретность такая еще возможна? Я, может быть, демонстрирую такое? В наш век. В наш век. Да. Секретность. Секретность возможна такая в наш век. Такая, что прям вот сфотографировали, а они там читали. Давайте спросить. Нет, нет, нет проблем. Самолет. 788-107-0. Я считаю, что это шпионы. Настя считает, что два пентюха просто забрели не туда. Нет, ну, они хотели, может, что-то там сфотографировали? Может быть, что значит, хотели. Вот в тот момент, когда уже захотели, все, помыслом, нашпионили помыслом. Алло, здравствуйте. Его сказано в Библии. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Андрей. Андрей. Они вполне могли быть и, не знаю, там что-то искали, почему-то, потому что... Да, но в наш век, возможно, такая форма шпионажа, как фотографирование секретных объектов. Да, да, просто... Конечно. На этом акте собираюсь представить российские, так сказать, истребители пятого поколения. Конечно, конечно. Я вспышла, что это пятое поколение. Нет, смотрите, важно. Скажите, пожалуйста, спрашиваем мы слушателей, 788-1070, для того, чтобы, наконец, обороть Анастасию Аножко, которая полагает, что в 21 веке, что это невозможно шпионить с помощью фотоаппарата, что это все давно закончено, что это, значит, майор Пронин уже всех поймал, вы знаете, Лев Окулов отправлял майора Пронина все время ловить всех с фотоаппаратами. Что это все уже давно-давно-давно, а Окулову даже уже было бы не смешно, если бы он был среди нас. Алло, здравствуйте. Привет, Василий Сергеевич. Здравствуйте. Игорь Юрьевич Москва. Да, слушаю вас. Да у нас, ну, так сказать, распущенность полностью. Нет, а в принципе с фотоаппаратом нашпионить можно? Ну, а почему же? Конечно. Нет, хорошо, давайте вспомним. Да даже планер сфотографировать, она не понимает. Ну, потом же все это пересчитать можно. С самого начала, когда только фотоаппарат изобрели, уже щелкали всякие объекты. Ну, и сейчас это по-прежнему актуально. Тогда понятно, это и тем более актуально. Сейчас это по-прежнему актуально. Спасибо вам огромное. Конечно. Послушайте меня. По размеру сопла. Ну, все можно потом пересчитывать, если я сфотографирую. Ну, чего вы, Настя? Ну, давайте не надо. Ну, чего вы? Ну, давайте я вам объясню на примере вашей тачки. Послушайте, Сергей. Давайте на примере Google Earth. Вот это вот проанализируем. Нет, в ангар так-то что они полезли? Они же не в Google Earth полезли, они в ангар полезли. Секундочку. Значит, я вам говорю, я отфотографирую вашу тачку. Просто фотографирую вашу тачку. По воздухозаборнику примерно понимаю, что она гоночная. Понятно, да? Если у вас разрезан капот, нагнетатель туда и... Понятно, понятно. Дальше, два глушака. Я понимаю еще что-то. Настя, ну что, мы маленькие, что ли? Ну, все это понятно. По внешнему виду много чего можно оценить. Как, например, и так далее. На человека по внешнему виду можно посмотреть и тоже. Вы же все в учебниках написали. Ну и что? Так вы говорите, что они не могли быть шпионами. До свидания, шпионы и точка. Согласились? Ладно, хорошо пошло. Теперь другой вопрос. Как они просочились, спросите меня. Спросите меня. Как, Сергей, они смогли просочиться? Элементарно. Сказать, как я проходил все. Точнее, я должен признаться, я был проходимцем в старое время. Я был проходимцем и знакомился с подобными мне проходимцами. Я, например, прошел по ошибке на Новокузнецкой, там, не в гости радио, а в соседний какой-то почтовый ящик, сказав, что меня ждут. Просто меня ждут. Я проходил НАСПОР, ну, правда, когда мне было реально 23 года, НАСПОР проходил в гости радио СССР со словами «проездной», и это работало. Ну, нужно просто иметь лицо такое, когда ты говоришь «проездной». И милиционер так кивает, он, ну, он впадает с тобой в состояние рапорта. Какое лицо должно быть у голландцев? Голландское лицо должно быть. Слушайте, мент впадает с тобой в состояние рапорта, потому что ты ему говоришь, что там «проездной», и он тебе кивает, потому что, собственно, он и ждет этого «проездной», мол, он говорит, ага. Ну вот, я много раз этим пользовался, серьезно вам говорю, очень много раз. Я провозил 286 килограммов под видом 120 в аэропорту, объясняя, что так надо, и люди кивали, говорили, что 60 плюс 40 плюс 20 будет 120, да? Да, и они кивали и говорили, хорошо, с вас нет доплаты. Серьезно, когда грузы кинематографические мы везли, снимали в Латинской Америке. То есть это просто способ быть, понимаете? Я знал человека, при этом, Настя, я уже говорил об этом в эфире, но, возможно, не все слышали. Я знал реального человека, про которого я делал телепрограмму в 96-м году весной, который говорил мне следующее. Для того, чтобы поехать в Париж, мне нужно проехать на метро до станции Кутузовская. Он проезжал до Кутузовской на метро. У него такая была традиция, он ходил в Перу вот так, ходил ногами. Тогда сколько стоило метро, вот ровно столько он и брал денег. Вот ровно на метро. Он выходил на Кутузовской гол как сокол, без единого рубрика, и ехал в Париж. Понимаете? Он ехал в Париж, он ехал в Боготу, на пароходах, на всяких других. Да, да! Он всегда был сыт, он всегда был доволен, и он всегда путешествовал по всему миру. Без единого паспорта и без копейки денег. Понимаете? Единственное, когда я его спрашивал, он говорил, старичок, а как ты переходишь границу? Самая тяжелая граница, я спрашивал его. Он говорил, белорусско-польская. Вот белорусско-польская, самая тяжелая граница, по его мнению. И я спрашивал, как? Он говорит, я приезжаю в Белоруссию на границу, в Брест, в самый в лоб, вот в лоб. Он никогда лесом не ходил. Иду в коптерку, переодеваюсь в рабочую одежду в коптерке, беру веник и совок, и иду и заметаю, подбираю окурки до самой Польши. На границе Польши я не перехожу ее, а сажусь и курю некоторое время. Сажусь и сижу, минут 20, отдыхаю. Просто у столбика вот ровно в серединке. После чего поднимаюсь, беру опять веник и совок и подметаю теперь уже Польшу. После чего иду в коптерку, как честный человек. Снимаю робу. Уже на той стороне. На той стороне, уже в Польше, да. Снимаю робу, кладу веник и совок. Ну там у них специальный такой совок, знаете, когда забрасываете окурки вот эти. Ну вот. Значит, кладу веник и совок, переодеваюсь и иду уже в Польшу. Все, дальше Париж, вот он передо мною, дальше никаких гранит, все в порядке. Он едет на грузовиках, он спит сзади за водителем грузовика, никто его не будет, никому дела нет, кто этот парень, который спит. Понятно, да? Дальше он садится в Нанте или в Нанте он садится в этот самый, на пароход и едет в Боготу. Ну и сначала, естественно, не в Боготу, а в Картахена. Из Картахена он едет в Боготу и так далее. Понятно? Все понятно? Все понятно. Начните, два голландца. Они просто такие же проходимцы, как мы с моим приятелем. Конечно. Ну. Были бы они... И в токарах шпионы. У них были бы специальные маленькие фотоаппаратики, сделанные в пуговички. Ну, да, она начиталась Льва Окулова. Из унитаза на нее смотрели умные глаза майора Пронина. Десять часов двенадцать минут, погнали дальше. В эфире Русская служба новостей. Радио РСН. Они умнее вас. И с этим ничего не поделаешь. Они известнее вас. С этим придется смириться. Их следует воспринимать всерьез. В этот вторник у микрофона председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. В эфире Русской службы новостей. Титаны общества. После 18.00. Коррупция, злоупотребление властью, мошенничество. Что еще скрывают от наших умиротворенных повседневных взглядов? Расследование ведут агенты 107. Каждый вторник в прямом эфире Русской службы новостей. Журналист Андрей Калитин и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Во вторник в 10 вечера. Агенты 107. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Настя продолжает спорить со мной. Гениально. Я еще расскажу одну вещь. Послушай, уже раз я взялся хвастаться. Когда я был маленьким студентом, откладывался рейс в Домодедове, куда я ходил спать? Вам сказать или вы в коптерку на рулежку ходили? Я ходил в коптерку на рулежку спать через все закрытые двери, через все посты, через все секьюрити. Мне казалось это страшно прикольным, что все спят в зале ожидания, а я иду спать. Если рейс 1183 в Волгоград перенесен, то я иду спать спокойно в коптерку. Понимаете? Как я иду туда? Вот ровно вот так, через все посты, через всех дежурных дядечек в погонах, через все. Понятно? Как я это делаю? Как? Говорите, все в порядке? Ну, я говорю, нормально все, нормально все. Ну, потихонечку как-то. Глядишь, ты уже спишь в коптерке. И все. Вот так-то вот. Хорошо, давайте, давайте, давайте. Серьезно, посерьезнее будьте. Хорошо. Значит, я хотел поговорить еще об одной удивительной вещи. Российских военных заинтересовала экипировка пехотинца будущего, разработанная для французской армии. Если ее решат закупать, российские солдаты будут идти в бой с компьютерами. Вот, вот, слушайте, это на МАКСе 2009 показали. Фелин, 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 кроме того, что он, видимо, отчасти кошачий, он еще и вдобав... Ну, здесь же есть указание на корень. Да. Ну, фелин, это же кош, кошачий. Да? Что, да? Нет, я не знаю. Что он у нас говорит по-итальянски? Гатта. Гатта. А кошачий? Фелину. Да? Да, конечно, конечно. Ну вот, хорошо, неважно. И, значит, фелин заинтересовал Минобороны. Сейчас специалисты министерства обсуждают возможность покупки этих комплектов с французской компанией. Здесь я уже, очень боюсь, неправильно произнести. Сажем написано, наверное, сажем как-нибудь. Ну вот, разработавший фелин. Смотрите, что будет у русского пехотинца, когда это купят, дивная дива. У русского пехотинца будет средство навигации с собой. Это как если бы он сейчас с мобильником просто пошел. У него будет собственное средство навигации. Значит, на минуточку до свидания торжественно, ГЛОНАСС. До свидания, прощай, ГЛОНАСС. Может быть, это будет именно ГЛОНАСС французских. ГЛОНАСС? И французская армия тоже по ГЛОНАССу будет ходить, да? Французская армия тоже по ГЛОНАССу будет ходить. Да? Конечно. Если выучат Кирилль, все быстро. Здорово. Защищенная радиосвязь. У него будет защищенная радиосвязь. Все на себе он утащит. Специальный удароустойчивый компьютер, чтобы в диггера играть, там, в Warcraft и другие всякие дивные вещи. На этом компьютере будут отображаться, будет информация о противнике и положении других солдат и подразделений. Это, опять же, как с телефоном, если бы. Как если бы он был с телефоном. На шлемный прицел, вот чего нет в телефоне, но есть, можно за 40 долларов купить в ЭБЭ для ребенка на шлемный прицел. Ему французская филипп. Это такая гарнитурка, которая на глаз надевается? Гарнитурка, которая наверх надевается, в ней может быть фонарик и лазер такой прицел. Нужно только, единственное, чтобы прицел на твоем оружии и прицел, который у тебя на черепе, друг друга понимали через Bluetooth. Это все нормально, это в ЭБЭ можно за 40 долларов купить нормально. Нет, серьезно, это не проблема вообще никакая. Да, значит, и все это будет покупать правительство у французов почему-то. Электроника комплекса работает от аккумуляторов, которых хватает на 24 часа. На 24 часа этот солдат таскает на себе аккумуляторы. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, это закупка, я хотел бы поговорить с людьми из армии. Насколько это актуально, насколько мы сами могли бы это построить для себя или мы не могли бы построить это для себя? И как сегодня оборудован абсолютно элитный, абсолютно запредельный спецнаж наш? То есть вот самый элитный воин, мне даже не поднимается, язык не поворачивается назвать его пехотинцем. Конечно, это не портянка, это мегавоин вот такой вот, солдат будущего. Да, вот как сегодня экипирован солдат будущего, лучший, лучший, наверное, наш, наш, сегодня. Вот до Филина, до обретения мобильного телефона с GPS. Как он экипирован сегодня, этот лучший из лучших воинов России? На нем кольчуга, на нем что? Что, расскажите, пожалуйста, 788-107-0, 788-107-0, современная, сегодняшняя экипировка лучшего, самого лучшего, самого элитного воина русского. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Николай. Да, Николай. Ну, я сам служу, как бы. Да. Ну, я хочу сказать что, что, ну, есть у нас самые элитные подразделения, и то, как правило, они закупаются за свой счет. А если чуть-чуть спуститься пониже, то у нас нет даже элементарной иногда станции простых, которые умирают через час. Радиостанции слабые? Слабые, некачественные. Об этом говорили в Южной Осетии во время операции год назад. Вот, дальше у нас нет ночников элементарных, которые были в той же Южной Осетии почти у каждого грузинского солдата. Ночники вы имеете в виду бинокль или... Ну, ночные прицелы, ночные бинокли. Ночные прицелы, ночные бинокли. Прицелы, ночные бинокли. Вот, у нас нет... Что-то какое-то диво-дивное. Купите их на ebay, это совершенно дешево. Ну, вот, получается, что, как правило, во многих спецподразделениях люди закупают все за свой счет. Нет, я правда. Зайдите на ebay и запросите ночной прицел. Из Гонконга пришлют за две недели. Я не шучу. Ну, так это все стоит денег. Нет, 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 это не стоит денег. Это стоит сороковник там, ну, не больше. Ну, понятно. Нет коллиматорных прицелов элементарных, которые есть практически во всех пусках. Я не говорю уже там с увеличением. Поэтому... Ой, извините, я вам скажу, я вам скажу сейчас цену. Я немножечко соврал. Я вам скажу цену. Я смотрел последнее вчера, смотрел бинокль с ночным видением, с прицелом. И с баллистикой, нет, с баллистикой для стрелы, но для стрельбы из лука. То есть он рассчитывает траекторию, если дичь на холме стоит или дичь в низине. Ну, там, потому что стрела... для стрелы это важно, да? 199 долларов. Самый топовый, лучший. Нет, ну, это, наверное, ерунда, потому что там наверняка вылетают. Он рассчитывает траекторию стрелы в зависимости от натяжения, в зависимости от, значит, где дичь, на холме или внизу. Самый даже элементарный бинокль, вот если взять хороший, например, Сваровский, он стоит как минимум 70 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что это все должно быть качественным, это все должно быть ударопрочным. У меня новости будут в 10.30, я посмотрю для вас, если у вас есть возможность послушать, я вам посмотрю на ebay, ладно, хороший бинокль Сваровский. Хорошо. Это просто заблуждение, вы покупаете у русских торговцев, они же все делают по 3-5 концов. Ну, наверное, да. Да, уверен, ну, серьезно. Значит, вот этого всего нет, и люди даже покупают за свой счет. Вы имеете в виду, конечно, офицеров? Конечно, естественно. А рядовой-то за какой счет купят? Естественно, естественно. И включая и обувь, включая какие-то там костюмы из Гортекса, из которых тоже воевать очень сложно, особенно зимой по лесу ходить. Да. Поэтому все вот так печально. Ясно, спасибо. И все-таки, и все-таки, и все-таки зайдите в стрелковые общества американские. Там только 5 миллионов американцев стреляют из блочного лука. Только 5 миллионов, только из блочного лука. Можете себе представить, да? А значит, стреляют из огнестрельного оружия десятки миллионов американцев. Зайдите в стрелковые общества и в их магазины. Вы купите там Гортекс, и всю-всю-всю-всю эту историю. И превосходные креслица, которые монтируются на высоте 20 метров, там 10 метров, на сосну, в которых очень уютно сидеть и ждать дичь, и смотреть на нее через прибор ночного видения, и скучать, и при этом крошечным фонариком чего-нибудь рассматривать. Вот такое огромное количество всех этих принадлежностей есть в американских стрелковых обществах. И не нужно совершеннейшим образом, если уже все равно тратишь деньги, платить за это по 2000 рублей. То есть долларов, понимаете? Тут все торговцы, мы очень хорошо знаем все эти второй фронт и другие магазины, которые делают существенную прибыль. Зачем нам кормить их, в конце концов? 10-21. Чего, хотите прессу, или мы спросим еще кого-то из спецназовцев? Давайте еще кого-нибудь спросим. Спецназ, спецназ, как сейчас экипирован лучший, из лучших, лучший, самый хороший российский боец. Вот в чем экипировка сегодня лучшего? И мы тогда от лучшего начнем стремиться к еще более прекрасному. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Меня Владимир зовут. Да, Владимир. Вы знаете, меня больше всего поражает в этой ситуации следующая, что закупка идет от французов. Вспоминаю, капитуляцию Германии. Да. Я их подписывал и удивленно спросил, а что, французы тоже воевали? Да, 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 да. У французов, в общем... Это вот больше всего. Хотя фирмы Саде по мобильной связи, да. Они же снабжают наши танки, вы знаете, прицелами. Там какую-то электронику мы у них уже покупаем на танки. У меня все. Спасибо, 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 спасибо. Единственное, чем Франция провинилась, и об этом есть в сегодняшней прессе, Франция провинилась, когда она продавала оружие действительно Аргентине, а потом, когда был полклянско-мальвинский вот этот конфликт на островах в Аргентине, Франция сдала британцам коды ракет. То есть она сдала секретную информацию и тем обезоружила аргентинцев, которые купили у нее оружие. Из этого, кстати, может многое следовать. Они могут нам, нас снабдить невероятно красивой электроникой, Настя, а потом, если будет столкновение со странами, которым сочувствует НАТО, а Франция натовская страна, Франция уже сливала секретную информацию по своим аргентинским партнерам Великобритании. Уже это было. Значит, если это было однажды, это может случиться и дважды. Правда же? Значит, Франция может слить теперь и про нас, если у нас будет какое-то состояние столкновения с кем-то, кому НАТО будет сочувствовать. Понимаете? 10.23, обзор прессы, погнали! Реклама. Как разделить имущество, обезопасить бизнес, оспорить завещания? Каждый вторник с 8 до 9 вечера адвокаты Влад Мусияка и Алексей Семенов помогают вам найти решение. Система защиты. В эфире Русской службы новостей. Пришло время защитить себя. Телефон рекламной службы 913-9963. Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня. В этот вторник. Тюрьма, но воля. Поправки в уголовный кодекс позволят выйти из колонии тысячи арестантов. В студии автор статьи, обозреватель российской газеты Владислав Куликов. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11 на РСН. С понедельника по пятницу. Она не боится выглядеть смешной. Она не боится казаться наглой. Она считает, что она права. Атака Марии Сергеевой. По средам в 3 часа дня. Держи удар. Вступай в спор. Атака Марии Сергеевой. На РСН по средам. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем. Даренко. На РСН. Обзор печати. Так, вот. Обзор печати с Анастасией Аножко. Я же ищу бинокли для стрельбы. Вот видите? Shooting glasses. И так далее. Спокойно, значит, найду. Да. А, можно, да, начать? Вы говорите, а я буду искать. Клепач сообщил о том, что, скорее всего, начался рост. Спад прекратился. Из кризиса мы еще, правда, пока не вышли. Но, в любом случае, рецессия, может быть, уже и прекратилась в нашей экономике. На этом всем фоне Дмитрий Медведев вчера в Бурятии встречался с монахами и тоже комментировал прессу. А пресса писала о том, что, возможно, в России, и связывало это, конечно же, с катастрофой на Саяно-Шушенской ГЭС, возможно, в России назревает некая техногенная катастрофа. Дмитрий Медведев сказал, что, конечно же, это все слухи, даже уже и домыслы, ничего общего с реальностью не имеющие. Хотя, конечно, Россия очень сильно отстала. И на этом на всем фоне Шойгу призывает ужесточить контроль над поставщиками стратегически важных объектов. Оказалось, что для Саяно-Шушенской ГЭС некая фирма Ракурс из Санкт-Петербурга модернизировала систему управления, и теперь ее как будто бы обвиняют в том, что случилось. Об этом читайте в известиях. Газета-газета рассказывает о том, что журналисты, которые писали о стуке на Саяно-Шушенской ГЭС, теперь преследуют и обвиняют в клевете. И таможни у нас повышают теперь пошлины на импорт сыра, и дешевые, а также дорогие сорта импортного сыра станут опять дороже. Это забота у российских сыроделок. Смотрите газету-газета. Твой день рассказывает о том, что гаишники сами вроде как не знают правила или не помнят правила дорожного движения. Смотрите статью, если в интернет-версии, то на Live.ru. Коммерсант рассказывает о том, что в связи с окончанием практически кризиса, по крайней мере с тем, что Сбербанк вышел в умеренно положительный баланс по итогам 7 месяцев, сейчас возвращается к докризисному примированию сотрудников и также к индексации зарплат. Это касается не только топ-менеджеров, но и вообще всех сотрудников Сбербанка. Смотрите статью в Коммерсанте. Дагестану нашли прокурора в Челябинске. Дадите минуту, я читаюсь по биноклям, хотите? Ну, давайте, конечно. Слушает слушатель, который сказал, нет, справа, нам позвонил слушатель, который спецназовец, сам служит, который говорит, как офицеры покупают для себя оборудование. Он считает, что нормальный бинокль, нормальный, по его словам, бинокль, Сваровский, стоит, значит, сколько он сказал? Сказал 70 тысяч. Две тысячи долларов, 70 тысяч, 70 тысяч рублей. Внимание, Сваровский 15 на 56, 15 на 56, стоит 1899 долларов, да, это правда. То есть он стоит 65 тысяч рублей и 65 долларов доставка, отлично. Но это 15 на 56 бинокль на секундочку. Если вы удовлетворитесь, например, биноклем просто для смеха, секундочку, 7 на 42, например, или 7 на 42 Сваровский, вот я вообще-то вижу за 1200, а тут как-то за 450, видел. И есть 10 на 42 бинокль, 1400 стоит. Это все Сваровский. Не знаю, ну, нужен Сваровский, нет проблем. Вот это, он считает, что это лучшее. Все равно дешевле, правильно? Да, можно найти все, что будет. Значит, еще раз повторяю, самый топовый, я просто написал сразу мне, я написал price, highest first, самые дорогие вперед. И мне дают самые дорогие бинокль, которые только существуют, 15 на 56, еще куча всего про них написано, это 1900 долларов, да. Да, еще российская газета публикует интервью с начальником управления ФСИН, который разъясняет новую инструкцию имени Ньюста, который с сегодняшнего дня вступает в силу о наказании вне тюрьмы. Мы все помним, обсуждали уже. Я вчера зачитывал ее. Да, сегодня она вступает в силу. Если ты умер, то ты можешь сняться с учета. Да, мы обсуждали вчера, сегодня подробности, очень много вопросов вообще вызывают вот эти все домашние аресты и так далее, естественно, у всех абсолютно. И сегодня как раз в статье дня в 11 часов к нам придет из российской газеты корреспондент и поводробнее все расскажет. Аргументы и факты рассказывают, что австралийские, простите, ученые провели впервые, сопоставили структуру импорта, то есть экспорта американской продукции, именно продуктов питания и заболеваний раком, диабетом и ожирением в странах, соответственно, импортерах. Где стали есть американской. Да, стали есть американской, и как будто бы американцы таким образом, просто экспортируя собственные продукты, ну, фактически распространяют рак и ожирение на другие страны. Кто их заставляет, кто их клювы-то, кто их клювы открывает и заливает им туда кетчуп, можно понять? 10.30 новостей, 10.30 новостей. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 10.33 минуты, русская служба новостей, право знать, мы продолжаем подъем с Анастасией Аношко-Настей. Значит, давайте, дел много на самом деле, что, что, ну, прочитайте новость, прям новость вот пришла. Алтайский мировой судья пытался взыскать с шестилетнего ребенка долг умершего отца. А что было у шестилетнего? А там банковский. Алибастровые шарики, наверняка, и дохлая лягушка, а еще дохлая крыша. Там была девочка, у нее наверняка была кроватка кухольная, что-нибудь такое. Барбишка какая-нибудь, барбишка с Кеном. Ну, что, 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 ну, прочитайте, ну, прочитайте, ну, что, Маминский район республики, Алтайский, Горналтайск. Значит, пресс-секретарь сообщила, пресс-секретарь сообщила. Нет, там смешно, поскольку родители девочки были в разводе, а человек, выступавший поручителем по кредиту, тоже умер. И все дети, родители тоже померли все? Ну, вот папа, видимо. Папа умер, и поручитель умер. То мировой судья по решению мирового судьи, то есть это судья, судья отправила. Да, судья решила, да, что. Они пошли к девочке. Девочке 6 лет. Девочке 6 лет. Она, а что же? А она говорит, сейчас, сейчас я посмотрю, наверное. Что у меня есть? Достала кошелечек. А у нее осталось полдома, которое единственное ее жилье. И они хотели конфисковать, но какое-то время... Отпилить. Какое-то время спорили с девочкой, и потом решили, что не надо спорить. Может быть, они нарочно и спорили, чтобы они знали заранее. Они хотели, может быть, очистить девочку от долга, таким образом. Подали в суд. Тяжело же жить с таким нашим ребенком. На 6-летнего ребенка подали в суд. Постепенненько в суд девочка выиграла. Они специально в поддавки играли. И они говорят, ну вот, все, теперь девочка живее, а то бы гадюка сейчас бы... А сама же судья... А нет, подождите, кто она такая? А, только очковая. Она говорит, главное в этой ситуации, что не пострадал ребенок. Не пострадал. А вот пострадал ли мировой судья, идиот, который послал пристава к 6-летней девочке? Нет? Главное, что не пострадал судья. Мне кажется, что этот судья должен пострадать. И серьезно абсолютно. Хорошо. Еще информация, которую я обязательно хотел сказать. Вы знаете, что у нас с пересадкой органов вообще проблема большая. Но и у нас были опасения, что нас в виде материала ДНК... А кровь там когда запрещали привозить... Кровь, мочу, все нельзя отправлять. Ни в коем случае анализы даже не... На анализы нельзя. Некоторые виды анализов делались только в Германии. Так вот, было запрещено это делать, поскольку, таким образом, нас могут вывести туда и там в виде ДНК... Клонировать как-то. Каким-то злодейским образом обойтись с нашей дезоксирибонуклеиновой кислотой. Без нас самих. Да? А кислота-то русская! А? У вас-то нет такой немчура поганая. Понимаете? Вывезет нашу дезоксирибонуклеиновую кислоту, и там начнет что-нибудь прививать ее к динозаврам, там еще к чему-нибудь. Мы не можем этого позволить. Ну, неважно. Украинцы это позволяют. Слушайте, фармацевтическая компания Тутоген, Тутоджен, Тутоген из Баварии покупала на Украине органы, взятые из тела умерших. Причем, это не органы, которые должны быть живые еще, да? То есть, еще у человека живого должны изыматься. А, например, косточки. Вот это уже... А зачем? А? Например. Плечевая кость. 42 евро 90 центов. Евро центов. Бедро. Бедренная кость. 42 евро 90 центов. Околосердечная сумка 13 евро 30 центов. А, извините, а если околосердечная сумка большая... Засушенные, что ли, уже они так дешево стоят? Думаете, для китайских ресторанов? Нет, вряд ли. Секунду, секунду. Значит, околосердечная сумка от 13,30 до 16,40 евро в зависимости от размера. То есть, у человека... Большое это справедливо, кстати, по-настоящему. Если у человека большое сердце, то ему чуть дороже платят. Понимаете? Ну вот. Нет, серьезно. Ну, вы знаете, что после случая с Ирой Лирсман, которая дочь блистательного Лирсмана и великого хирурга, вообще говоря, это дело заглохло в России, в принципе, пересадка, потому что все боятся, как можно что-то оформить. Там надо довольно много бумаг заполнить, а нужно бежать и одновременно заполнять. И, одним словом, с пересадкой сейчас трудно. Но я хотел бы... А с какими целями тогда? Ну, то, что вот неживые органы, или их тоже можно... Так вот, давайте же спросим кого-нибудь. Давайте же спросим кого-то из хирургов. 788-107-0. Объясните, пожалуйста, послушайте, украинцев... Разбирают трупы, ну, еще, наверное, свеженькие какие-то, свежачка, и продают костями. Это что за диво дивное? Кто-нибудь может объяснить? Потому что нам просто понять и все. Что за диво дивное? Для чего у них берут плечевую кость за 42 евро у украинцев? 788-107-0. Понимаете? Может быть, и мы бы избавились, если вдруг понадобится 42 евро, мы бы тоже избавились от плечевой кости. А это которая? Мне, наверное, она не нужна, я так чувствую. Есть кто-то из хирургов? Объясните, пожалуйста, что это за донорство? Странное донорство. Подождите, Настя, я сейчас прихлопну эту штуку. Странное донорство, когда они костями покупают трупы немцы. Это как что? 788-107-0. Наш телефон в студии. Нам кажется, это шокирующе, но и не очень достоверно выглядит. Понимаете? Для чего плечевые кости по 42 евро таскать в Германию, потому что своих плечевых костей не хватает? Для чего, смотрите-ка еще, околосердечную сумку за 13 евро таскать в Германию от трупов? Но это фармацевтическая, слушайте, это же фармацевтическая компания импортировала. Они для пересадки, я думаю, это делают. Ну хорошо, нет, ни одного врача. 788-107-0. Я думаю, в России просто задумались. Они сами не понимают. Сейчас мы создадим этот рынок в России. Вот увидите. Мы сейчас создадим ажиотажный спрос на околосердечные сумки. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Наши при этом не ждут несколько концов, как вы знаете. Для пересадки, конечно. Для пересадки. Ну скажите, насколько кость, неужели протез не удовлетворяет? Ну кость-то она живая, она же врастает и, как говорится, заменяет там какой-то, может быть, опухолевая, так сказать. Скажите, но мы все разного размера. Если делают протез... Так и разные места бывают болезненные, понимаете? Нет, послушайте, ну мы станем вот спинками мериться, например. Я, например, окажусь ниже вас или выше вас, и кость моя нестандартная, она у вас где-нибудь станет выпирать. Нестандартная дорожа, наверное, я так понимаю. Чудно, 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 чудно. Скажите, что чудно? Чудно. Чудно, чудно. Мне кажется, что протез можно отлить ровно для человека, какой ему нужен. Вот ему нужен такой, и вот такой отливают. Но что за диво дивное, когда ему притаскивают от мертвяка косточку, и он, значит, вставляется, а косточка, например, другого размера. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы врач. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я хирург. Да. И вот то, что было сказано по поводу того, что трупные кости пересаживаются, это, конечно, ерунда абсолютно. Такое не происходит. Анастасия, можно я вам прочту? Секунду, вы не очень торопитесь? Ну, не очень. Секунду, секунду. Просто приглушите радио, чтобы не было тоже заноса звука. Смотрите, я читаю, прям как по тексту есть. Фармацевтическая компания Туттоген из Баварии покупала на Украине органы, взятые из тела умерших. Причем в некоторых случаях препарирование покойников в последующей продаже осуществлялось без ведомой согласия. Ну, неважно. Дальше. Я помогу, да. Из внутреннего прайс-листа следует, что в 2002 году, но это прайс за 2002 год, за плечевую кость платили 42,90 евро, за бедро 42,90 евро, за околосердечную сумку 13,30 евро, до 16,40 евро, в зависимости от размера. Вот прокомментируйте, насколько это чушь? Нет, это совсем не чушь, этот материал мог использоваться для изготовления биопластических материалов, например, которые потом могут уже использоваться в качестве подсадки, ну, для каких-то остеопластических операций, когда есть небольшой дефект костей, и его нужно восполнить. Просто их используют больше для изготовления материала, то есть как материал, не для того, чтобы целый кость взять и пересадить. Вот, спасибо вам огромное. Да, это такое не делается, но для того, чтобы использовать просто... А то есть ее измельчают, что ли? Ну, совершенно верно, да, просто как источник. Добавляют БФ-6. Да, у Насти вопрос, у Насти вопрос. А кости в целом, они все одинаковые имеют состав, или, например, кость бедра отличается от кости плеча? Да, безусловно. Но они немножечко отличаются. Например, в составе кости бедра есть участки, содержащие костный мозг. Но это в зависимости от возраста. Там много разных факторов. С возраста мозг убывает. Скажите, что с возраста мозг убывает. Ну, так ведь? Да, мозг убывает, конечно, конечно. И человек делается легким, воздушным, не таким тяжелым, упрямым. Да, правда же? Спасибо вам большое, Анастасия. Спасибо. Ну, есть это, есть, это есть. Короче, все понятно? Все понятно. Не надо было спорить со мной сразу. И вдобавок, обратите внимание, что мозг убывает с возрастом. Это очень, это принципиальная вещь. То-то я смотрю на своих сверстников. Сплошь идиота. 10 часов 43 минуты. Погнали дальше. Русская служба новостей. Реклама. Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице Петр Первый в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане Романов. Завтрак в постель, хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице Петр Первый. Уазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительное с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. Составить. Оформить. Направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневная консультация на РСН ведет народный адвокат. В этот вторник адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов. Звоните с 11.30 до 12. Русская служба новостей. РСН. Подъем. 10 часов 44 минуты. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. У нас много тем водительских. Мы хотели сказать о том, что, например, просто перечислю все. Федеральная служба судебных приставов предлагает отбирать у должников водительские права, охотничьи и рыбацкие лицензии. Ну, водительские права существенно, да? То есть, если ты виноват и не платишь долгов, то приставы как будто хотят отнять у тебя водительские права. А вообще, подождите, подождите, ну тема же. Ну тема, конечно. Ну тема, ну тема. Настя, давайте попробуем жить без государства. Давайте. Давайте. Значит, где они нас сатанизму своему учат, где они нас считают, где они нам выписывают это же число сатаны-то. Вот представим себе, что мы живем совсем без государства. От каких вещей мы обязаны отказаться? Внимание. Значит, мы с вами можем двигаться в теплое время суток, потому что в теплое время года, потому что мы можем купить себе мотороллер 49 кубиков. Правильно? Без всяких прав. Для начала. Раз. Ну, в теплое время, да. Ну, внимательно, я просто говорю. Давайте, послушайте, государство хочет у нас, ну в принципе, государство нас пробует схватить за мягкое место. А мы говорим, а у нас нет мягких мест. Нет, нет, мягких мест нет, не осталось. Значит, мы все, где мы числились, мы это все душли. А в зимнее время на метро можно. Нет, не был, не состоял. Нет, не был, не имею, нет, не имею, нет, нет. Нет, и все. Понимаете, вот ровно так, на любой вопрос. Потому что, поймите, вот где вы им дали палец, они вам откусывают руку. Значит, вот есть у вас прав, нет, нет, опасно, нет паспорта, нет. И ничего нет, вообще ничего нет. Ну как, вы же в это время негодяй остаетесь, потому что вы должны. Почему? Потому что к вам приставы не просто так приходят, потому что у вас долг, который вы не возвращаете. А у меня нет ничего. Нет ничего у меня, машин нет, прав нет, ничего нет. Живу я в доме жены. Все. Что я делаю? Кто я есть после этого? Ну то есть можно так уйти или нет? Вот скажите. Но доказать нужно. От социума, что значит доказать? Они мне говорят, но они должны доказать. А у вас яхта в Гибралтаре. Я говорю, так она на оффшор. Говорю я, она на оффшор. На минуточку, гибралтарские же. Ну и дальше что? Нет у меня яхты в Гибралтаре, нет. Я не готова с вами. Ну скажите, серьезно. Выступать. Можно уйти? Нет, знаете, приставы хотят достать нас всюду. Понимаете, они нас хотят, будто мы улитка какая-то, такая вот вареная. Они хотят нас в чесноке. Ну вот. Они хотят нас достать, выковырить специальные такие вилочки маленькие. А мы говорим, что мы стремительно ускользаем отовсюду, нигде не числимся. Можно так прожить или нет? Правда. Такие люди есть, Сергей. Это точно, абсолютно, да. Без имени. No name такие. Абсолютно. А? Да, конечно. Ну давайте спросим, может кто-нибудь знает таких людей. Вот совершенно ничего нет и все. Абсолютный францисканец. Не стяжаешь. И все. И имени нет, и прав нет. Ничего нет. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здрасте. Почему по сотовому телефону не передается РСН? Это РСН. Не знаю. По сотовому телефону, знаете, некоторым сотовым телефоном Русское радио 2 написано. Это РСН. А, ну вот так. А, вот так. Я правда так пробовал, и получается. Но там у них, наверное, просто, знаете, доходит долго, что у нас название уже много лет такое, а они думают, что у нас там так. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете людей, которые ускользающей идентичностью обладают, и которым не может прийти пристав? Сергей, можно я про судебных приставов скажу? Ну да, про судебных приставов, да. В 2008 году я купил машину. Да. Вот. На сегодняшний день оказался расслабленный. Я судился, и с 1 декабря прошлого года, по сегодняшний день, эти музыки никак не... Вы ограничиваете себя в лексике, пожалуйста. Это хороший мой, ну нельзя, он слово, которое означает мужчину с большими семянными железами. Вот это, на М. Какой? А. На М, он сказал. Эти М, а мы не можем гордиться тем, что у них большие семянные железы, нет. Мы думаем, что они как средние в популяции у приставов, все равно одинаковые. У всех такие, и у них такие. Хорошо. Нет, серьезно. Можно ли ускользать от государства, и тогда какой уровень жизни? Понятно, что вы можете жить в Канаде, ускользая от государства. Как ускользать от государства? Вот так, чтобы вас не могли уесть приставы. Как вы могли бы организовать свою жизнь таким образом? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий в Подмосковье. Да, Дмитрий. Здравствуйте. А вы знаете, на самом деле, чтобы ускользнуть от государства, надо вспомнить недавний опыт. Помните, да? Машина на жену, дом на тещу, и у человека реально ничего нет, кроме раскладушки и чего-то еще. Ведь, в принципе, просто нас загоняют, вероятно, кто-то сильно ностальгирует по-старому. А советская торговля была, в общем-то, именно по-старому. То есть все имущество на офшоре, а все, что в России на родственников? Ну, а почему нет? Это совершенно законно. А сам? Ну, а сам блистательно ходишь с... А что вам мешает, например, купить отдых на Канарах за счет жены? Просто формально у нас кредитки оплатят. Да, а еще в американских гастрономах продаются кредитные карточки на предъявителя. Вот. Вот по поводу прав, но это же, смотрите, вот как бы шутки шутками. Представьте себе, человек работает водителем. Мы у него выбираем права, лишаем его работы явочным порядком переводим, условно говоря, в грузчики. И в геометрической прогрессии вообще уменьшаем какой-либо шанс, что он что-то когда-то вернет. Это верно. Он случайно как бы задолжен. Ну, знаете, наши с вами позиции различают вот что. Вы позитивист и конструктивист. А я экстремист. И в этой связи я говорю себе, послушайте, рано или поздно они постучат в мою дверь. Вот как мне сделать так, чтобы я был ускользающей сущностью? Чтобы они не могли меня за жабры взять? Вот как этого добиться? Нужно, чтобы дверь была не ваша к этому времени. Чтобы все было не мое. Все, чтобы было не мое. И даже свое тело подписать, я не знаю, какой-нибудь частной клинике. Завещать науке. Чтобы не продали в Германию в качестве даже. Да, да, да. Спасибо. Да, завещать науке. Завещать науке. Я надеюсь, что меня закатают в глицерин в конце. И справа от меня будет бородатая женщина, а слева от меня будет младенец о двух головах. А я буду посередине стоять в огромном, в огромном таком, в такой огромной гигантской колбе. Я буду стоять во весь рост с микрофоном. И что-то говорить. И что-то говорить. Непрерывно в глицерине, при этом изрыгая пузыри глицериновые. Представляете, как это будет сочно? 10 часов 51 минута. Хотите, не хотите, в движении. Погнали, в движение. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. При отсутствии одного или нескольких зубов, раньше бы вам установили протез. Мы предлагаем самое современное решение. Установку имплантов, искусственных аналогов зубов. В день обращения вы получите идеальную улыбку с гарантией на всю жизнь. А главное, только у нас. Стоимость одного импланта от 11 тысяч рублей. И вы не найдете дешевле. Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию и диагностику стоматолога по телефону. 787-03-03. 787-03-03. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Зона турбулентности. Нештатная ситуация, беспорядочная и самопроизвольная. Истерика или столбняк. Прятаться или атаковать. Кризис. Зона турбулентности. Каждый находит свой способ выжить. По пятницам в 8 вечера. Зона турбулентности. С Мариной Юденич. Русская служба новостей. Москва. 107-0-ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 10 часов 52, почти 53 минуты. В движении. Где едете, что видите? 788-107-0. Позвоните, расскажите о движении в Москве. Расскажите о засадах. Расскажите о трудностях, пробках, авариях. Все, что окажется важным другим слушателям РСН. 788-107-0. Пока вы звоните. В секунду буквально отвлекусь. И расскажу вам о нескольких публикациях. Значит, во-первых, это то, что они собирают свои приставы отнимать права водительские. Но как будто закона пока нет. Они просто выступили с инициативой. Еще. Московские гаишники, подмосковные гаишники. Не сдают. Они в массе сдают все на двойку. Не могут сдать на водительские права. Не получается у них сдать на водительские права. Кстати говоря, они не умеют пользоваться, правда, своими мигалками. Они начинают крякать, что не описано в правилах. С вами бывало такое? Конечно, миллион раз. У меня то ли вчера, то ли вчера. Я еду, значит, заворачиваю. Он с пятачка безопасности гаец выруливает. И я, ну, естественно, смотрю на него с любопытством и дружелюбием. Но совершенно не пропускаю. На что он обиженно начинает крякать. Но это не описано в правилах. Ну, в ответ ему что-нибудь бибикнули? Нет. Я смотрю на него еще с большим дружелюбием и не пропускаю. И он крякает все время. Я думаю, может быть, это напоминает ему детство на хуторе где-то. Мало ли можно сказать. Бывают дивные места, кстати говоря, где из помойки вылезают эти гуси, лебеди, там уточки какие-то, знаете ли. Ну, вот, я как-то в Липецкую область проехал огородными. И вот так выезжаю. Вдруг хутор мачная. И там вот так крякают все. Ну, вот, около Тербунов, города Тербуны. И я думаю, а что он крякает, интересно. Я ему показываю, подсказку делаю. Я так пальцем показываю. У-у-у-у в окно. Да, серьезно? Да, если он включит сирену, я обязан пропустить. Он не включает, нет. А у него не работает лампочка. Небось, дурак попался. Помните, они жаловались? Я ему показываю. У-у-у-у, говорю, включи, включи, сейчас волшебство произойдет, и тебя мгновенно пропущу. Он продолжает крякать, и лицо делает ожесточенное. А эти крякалки вообще не описаны в правилах? Никак не описаны, их не существует. То есть крякалок вообще не существует. Существует мигалка и сирена. Да. Но он делает ни мигалки, ни сирены, а делает ожесточенное лицо так, как будто он съел что-то за завтраком, и при этом крякает отвратительно. Понимаете? Я его не пускаю, думаю, ну и крякай себе дальше. Ну вот. Ну а потом он, все-таки поняв, что я, наверное, редкая разновидность какого-то скота, он по встречке пошел, 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 и вклинился в другом месте. Ну, в смысле, он там покрякал, и там, кстати, видно, был такой же крякальщик, как и он. Они друг друга понимают на этом. Да, да, на этом языке они друг друга понимают. Представляете, какие редкие люди. Ну вот. А по правилам просто включить сирену ему в голову не пришло. Алло. Алло. Да, где вы движетесь? Добрый день. Меня зовут Владимир. Малая Филевская улица. Да. В сторону центра стоит. В сторону центра стоит, как и всегда ей положено стоять. Нет, летом было спокойнее, похоже, кончилась вольница наша. Ого. Наступать суровые будни. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Хорошего дня вам, хорошего дня. Это Малая Филевская, это дивное местечко. Да, я там, я там сам стаивал, стаивал я там. И другой раз стаивал, чтобы налево повернуть к парку. А другой раз стаивал, чтобы и направо повернуть. А другой раз уходил на Большую Филевскую левым разворотом. Ушел, да и там просочился. Тоже дело неплохое. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сережа, я вот по какому поводу звонил. Вы едете? Меня зовут Виталий, нет, да я хотел... Нет, Виталий, 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 это же передача. Вы совершенно напрасно думаете, что это прием у врача. В смысле, ну, проем у дура, ну, неважно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Да, Дмитрий, где вы едете, что вы видите? Внешняя сторона МКАДа от Ленинского проспекта до шоссе энтузиазов 20 минут. 20 минут и все летит, а по встречке как? А народ по встречке как? Встречная стоит от Каширки до Варшавки. Ясно, а у них там авария или такое обычное? Нет, просто очень фур много. Я понял, спасибо, хорошего дня вам, хорошего дня. 10.57 я оставляю вам Настю Аножко, у которой статья дня, я оставляю вам Ирину Спасскую, у которой обзор спорта, а я пойду и проживу его этот вторник, 25 августа.